Этого мужчину ждала абсолютно неожиданная находка, когда в очередной раз он прогуливался около такого знакомого пустыря у своего дома. Прямо на дорожке он нашел существо неопределенного вида и пола, и потому сразу окрестил его Оно. Зверек даже не пытался сопротивляться, ведь с трудом передвигался. На теплой руке Оно быстро уснуло, поэтому не оставалось ничего другого, как унести этот маленький комочек шерсти к себе домой. «И что мне с ним делать?» – задавал себе вопрос Виктор, ведь даже толком не понимал, кого именно он несет домой. Он предполагал, что это либо ласка, либо какой-то хорек, но наверняка так и не знал. Дома перед мужчиной стояла главная задача – накормить ребенка, пусть даже непонятно, какого вида было это существо. Оно попыталось накинуться на кусочки мякоти жареной трески, но у него плохо это получилось. Владельцу все же удалось напоить малыша молоком из пипетки. И буквально через пять минут Оно стало подавать признаки жизни, шатаясь по донышку ведра, тянуться наружу и издавать жалобные звуки. Очевидно, я угадал – ребенок был полностью обезвожен. Накормив еще раз малыша перед сном, Виктор отправился спать. Молоко, видимо, помогло, и наутро зверек уже бегал. Оно окрепло до такой степени, что начало распознавать людей, то есть меня, и хватало за все пальцы по очереди, явно намереваясь с ними покончить, словно это была ядовитая гадюка. При появлении собаки Оно начинало неистово кричать, явно призывая какого-нибудь родителя. А когда нос приближался к головке малыша, он умолкал и пытался найти что-то, из чего может появиться молоко. И вот теперь Оно сидит в ведре у моего стола, и я не знаю, кто Оно и что с ним делать. Позже Виктор пришел к мнению, что зверек мог выпасть у кого-то из корзинки, пока этот кто-то шел через пустырь. Посему он дал объявление в газету о пропаже. Но тем временем Малыш продолжал жить у мужчины дома. Оно не только выжило, но и заметно активизировалось. Кусочек сырой нежирной свинины или куриную грудку величиной с его голову Оно съедало без остатка. А потом на полдня впадало в спячку, сворачиваясь в клубок и игнорируя всех и вся. В движении звереныша появилась стремительность и грация. Временным жилищем ему стала 40-литровая эмалированная выворка, на дне которой постарались воспроизвести ландшафт леса степи средней полосы с домиком в виде коробки из-под какой-то безделушки. Рядом с домиком вкопали в песок поилку, кормушку. Детям очень понравилось животное. Они просто закармливали его из пипетки по очереди, пока оно не засыпало на месте. Одним словом, вся семья привыкла к малышу, который жил у них дома. Постепенно ласка, как определили хозяева вид животного, росла и училась охотиться на мышей. И это было очень кстати в большом частном доме, где мышей полно. Потом ласка стала выбегать на улицу и все реже появляться дома. Хозяева уже думали, что животное их покинуло и опять стали расставлять по дому мышеловки. Но совсем недавно мыши, пойманные в мышеловке, стали кем-то покусанными. Если это не изголодавшаяся крыса, что маловероятно при осеннем изобилии еды в частном доме и огороде, то значит это ласка? Виктор уже соскучился по своему другу и надеется, что ему еще удастся увидеть его. Если в дальнейшем нам удастся сохранить это хрупкое равновесие между диким зверьком и обитателями нашего дома, я буду этому очень рад. Вот так внезапно Виктор обзавелся новым другом, которому он помог выжить и окрепно. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.